Беседа об отречении Петра и о кресте, и о том, как Иосиф послужил прообразом Христа. Синсот семьдесят четыре. Настоящим случаем мы должны воспользоваться, чтобы с одной стороны заплатить долг Иосифу, с другой возвестить славу креста. Сегодня и Иосиф увенчивается, и крест произрастает. Сегодня и Петр отрекается, и разбойник услаждается. Сегодня и закон исполняется, и предсказанный пророками Христос словословится. Сегодня в полном смысле исполняется слово, сказанное о смерти Господней. В своей сети запутался грешник. И какой грешник? Изобретатель греха, дьявол. И какая-то сеть была приготовлена им? Крест, не что иное. Он именно побудил иудеев устроить крест, думая хитростью уловить того, кого нельзя перехитрить, и предать смерти того, кто и между мертвыми остался свободным. Не уразумел того лукавый, что крест притупил жалость греха, сотрет главу его гордости, заградит его хульные уста, оборвет крылья его противления и сделает его слабым и бессильным. Сегодня же оправдывается и слово пророка Давида. Во свидетельство для Иосифа. Псалом 86 стих. То есть в Иосифе Господь образно предначертал то, что хотел осуществить на себе самым в последние дни. В Иосифе оказывается много сходного с Господом. Например, на Иосифа зло мышляли его родные. С Иосифа был снят разноцветный хитон, и тот хитон свыше был саткан, который имел Господь. Взяли воин и делили между собою. Разделили, говорит ангелис, ризы мои и об одежде моей метали жребий. Иосиф был окляветан предотцом. Равным образом и на Господа клеветали предотцом иудеи, называя его сыном плотника, а их подражатели, дети еретиков, уча о нем, как об ино сущном. Иосиф был продан измаильтянам, а Господь иудою-фарисеем. Иосиф, брошенный в пустой рог, вышел оттуда невредимым. И Господь, погребенный в новом гробе, воскрес тридневно. Да что говорить много. Иосиф посоромил египтянку. Господь унизил синагогу. Иосиф открылся братьям. Господь по воскресенье явился ученикам. Иосиф, заключенный в темницу двумя евнухами, истолковал им сны. После чего один из них был съеден птицами, а другой возвратился в свое отечество. Господь, распятый посреди двух разбойников, неверного предал в пищу гиене, а верного сделал первым гражданином рая. Иосиф послал отцу своему колесницы. Господь показал отцу своему евангельскую колесницу, запряженную четырьмя животными. Иосиф был объявлен съеденным зверем, а потом провозглашен почти царем. И Господь был распят как человек, и прославлен как Бог. А вот еще другое пророчество, относящееся к кресту. Вошел на высоту, пленил плен, и дал дары для человеков. Эфисянам 4,8. Какая высота? Кто вошедший? Какой плен? Что это такое? Дал дары человекам. Высота, честный крест, как непостижимое таинство. Вошедший – это владыка Христос, потому что шедший, он же есть и вошедший. Что же значит пленил плен? Это значит, порабощенный греху Господь в пришествии в своем воссоздал благодатью, дав людям дары. Какие дары? Отпущение грехов, благодать усыновления, наследие царства, залог бессмертия и обетование, сидение одесную. И кто свидетель этого? Сам Господь говорящий. Когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. То есть, когда я буду растят, тогда все уверуют в меня. Еще более ясное свидетельство о кресте ты только что слышал. Именно Исайя порог восклицает, как овца введен на заколание и как агнец предстригущим безгласен. Какое это овча? Какой агнец? Какое заклание? Какое стрижение? Кто это закалывающая и стригущая? Овца и агнец – владыка Христос прообразовательно. Овца – ввиду волны крещения, а агнец – ввиду жертвоприношения во плоти. Заколение – это прободение ребра, исцеляющее ребро. Кто же закалывающие и стригущие? Садутие и фарисеи сначала не остригли его хуами, а потом убили посредством клеветы. Ведь как в обыденной жизни человек остригаемый не терпит при этом боли и становится благообразным, так и Христос, получая удары, принял их как острижение. Не потерпев боли, восприняв вслед за тем красоту воскресения. О нем написан «Ты прекраснее сынов человеческих». Согласно с Исаией и Иеремией, просвещал так. Он как овса, не злобливая, шел на заколение. Его должно назвать агнцем, потому что он не противился страданиям, не восставал против заклания. Иудеи убили спасителя, но и мы причастны этому убийству. Вина лежит на них, а успех достался нам. Удары их, а свобода наша, наказание им, а благословение нам. Свет приходит, Христос прославляется. Исполняется сегодня недавидово пророческое слово, относящееся к воспоминаемому кресту. Дали в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Вспомни, возлюбленный, как Господь, вися на кресте, возопил жажду, и тотчас один из воинов побежал и, напитав губку уксусом, смешанным с желчью, поднес ее Господу. Почему, однако, почувствовал жажду Господь, источивший некогда воду из растеченного камня? Конечно, что написано было, то должно было исполниться. Дали в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Вот какое вино произвел иудейский виноград. От виноградов садомских, виноград их и ветвь их от гаморра. Их точила уксус и горечь, а плоды, наслаждения и бессмертие наши. К нам-то и относятся вещания пророков. Усейки и увидите, как благ Господь. 776 Что еще остается сказать нам? Господь призвал учеников, что их сказал им прямо. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. Видишь, как все засвидетельствовано, как все точно. Ничего лишнего, ничего неоправдываемо с делом. Все соблазнитесь о мне, написано есть, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Вот точность Святого Духа. Пророк возопил, и Дух Святой ответил делом. Не сказал пророк, поражу пастыря, и погибнут овцы, но сказал, рассеются, то есть на время соблазняться, а немного спустя утвердятся в вере. Называет Господа пастырем, так как он есть пастырь добрый, оставивший девяносто девять овец, чтобы отыскать одну заблудшую, то есть оставившую небесные силы, и пришедших к падшему Адаму. Овцами же названы апостолы, как послушные спасительному жезлу, посущиеся на его теле, имеющие стойло в обитателях Царства Небесного. Ведь как и в настоящей жизни, когда волк врывается в стад и похищает овцу, остальные овцы пугаются, отскакивают и бегут. Но как только услышат свирель пастуха, тотчас бегут и собираются вместе. Так и ученики Господа, увидевшие крест, отступили, бежали, как от волка. Но только услышали о воскресении Господа, тотчас собрались около него, узнали его, и не отлучились от небесных обителей. Итак, вот что говорит Господь своим ученикам. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Петр желает показать, до какой степени он готов защищать учителя, и выставить в себя более других учеников, преданных Господу. А на самом деле, как бы с тем, чтобы подчеркнуть свое отречение, стал говорить Господу, что говоришь ты, Господи? Мы все соблазнимся о тебе. Ты и меня ко всем причисляешь. Так ты доверяешь моей твердости. И я отрекусь от тебя. Я ходивший по морю. Я удостоившийся быть свидетелем твоего преображения. Я, обратившийся в бегство, стадо бесов. Я, исцеляющий всякую болезнь. Не я ли раньше всех узнал, тебя исповедовал, что ты Христос, Сын Бога Живого? И ты принял это мое свидетельство, ублажил меня и назвал камнем церкви, сказав, ты, Петр, на всем камне содержит церковь, мои врата, да не долеют ее. И так я-то отрекусь от тебя, верховный запослов, столб церкви. Нет, я уверен в тебе и громко заявляю, если все соблазнятся о тебе, но я никогда не соблазнюсь. Господь говорит ему, что говоришь и возражаешь, Петр, что на словах восстаешь против Бога. Ты находишь, что я говорю, ложь. Ты не ищешь подкрепления себе, но уверяешь в своей непоколебимости. Разве это твоя горячность не делает тебя худшим? Такое же безрассудство обнаружил ты тогда, когда пошел по морю. А что получилось бы, если бы я не поспешил протянуть тебе руку? Разве на горе преображения ты не ошибся во мне, желая построить три палатки, уравнивая меня, владыку, с моими друзьями? Разве ты не умолял меня не ходить в Иерусалимы, за угроз иудеев? Я не хотел обличать тебя, Петр, но ты отнесся с недоверием к моему божественному предвидению. Смотри же, я предрекаю тебе, что с тобой случится. Пусть эти события вразумят тебя, каков ты. Истинно говорю тебе, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Петр же опять в самообольщении, пренебрегая изменчивостью человеческого духа, отвечал Господу, что устрашаешь меня? Я не боюсь смерти и не отрекусь от тебя. На это Господь сказал ему, хорошо, что ты так готов стоять за меня, но немного спустя ты узнаешь, время при дверях, когда обнаружится и твое содействие, и мое предвидение. Однако, когда же конец нашей беседы? Уже наступил ведь вечер, когда Господь был взят и введен на двор архиерейский, и все ученики разбежались, один только Петр последовал за ним во двор архиевеев, как бы намереваясь привести свое обещание в исполнение. Когда Господь на три двора содержался в узах, Петр на внешнем дворе сидел твердый и непреклонный, как бы уже одержавший победу. Что же случилось? Когда он довольно времени посидел здесь, не увидел ни меча обнажаемого, ни скалы для низвержения, ни слыша ни угрозы лишения имущества, ни предстоящего изгнания, маленькая служанка, ничтожная рабыня, приблизившись к нему, спросила, что ты тут делаешь, человек? Где сила твоего учителя? Вот он в узах, а скоро будете на кресте. Петр забыл о своей решимости, ответил ей, что такое ты говоришь, девица? Я не знаю его. О, какое дело! Тот, кто только что говорил, я готов умереть с тобою, теперь уже отрекается. Когда же совершилось это первое отречение, смущенный им Петр как бы отскочил от огня, разложенного на дворе, и отошел к воротам. И что же, другая опять служанка встретила его там. Удивительное дело. Ни воина, ни меча нигде нету, но слабая служанка встретила Петра и стала говорить ему, что ты волнуешься. Чего хочешь? Что мучаешь себя? Разве тебя не видели с тебя вместе с этим галилеянином? Что же ты прячешься у ворот? На это тетя уже не прост, но в клятву отвечает, не знаю этого человека. Как предсказал Господь, так и случилось. За вторым отречением последовало третье. Произошло оно так. Через короткое время приступили стоящие и сказали Петру, воистину, ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Петр начал клясться и божиться, что не знает всего человека. Где столь решительное обещание Петра? Ты, сказавший прежде, ты, Христос, Сын Бога Живого, теперь говоришь, не знает всего человека. Может быть, Петр невольно был на стороже при этих словах и сказал, я не знаю Бога слова, но произнес, я не знаю этого человека. Он отнес это к тому, что видел, а не к тому, о чем он думал. Почему и Господь в предведении сказал, всякий, кто скажет слово на сына человеческого, то простится ему. Что же, Петр, не знает человека, сказал он, и точно запел Петух. Этот неумолимый обвинитель Петра, заранее приглашенный свидетель владычного приговора, обличитель отречения, доказатель предведения и напоминатель о покаянных слезах. 778. Но ограничимся сказанным об этом. Займемся лучше беседой о милостыне, убеждая вашу любовь под этими евангельскими словами. Не сотворите себе кумира от маммона неправды, чтобы, когда оскудеете, восприняли в вечные обители. Хорошо сказал он, в вечные, здесь как бы ни был великолепен твой дом, он отбитает от времени и непременно разрушится. А не то, и прежде его разрушения смерти сгонит тебя из этого великолепного жилища. Затем и помимо смерти, превратности судьбы, злоумышления, клеветы легко могут лишить тебя этого крова. Иное дело там, в вечных кровах. Там не нужно опасаться ни тлени, ни смерти, ни разрушения, ни угроз клеветников и ничего подобного. Вот почему и назвал Господь вечным это незыблемое и нетленное жилище. «Не сделай себе другом мамону». Вот каково человеколюбие владыки, его доброта и снисходительность. Не без цели сделал он такую прибавку, но так как у многих богачей богатство сообразно собрано грабежом жадности, то он и говорит «Это дурно, и не следовало бы тебе так собирать деньги, но так как ты уже собрал, то отстань от грабежа и жадности и воспользуйся для должного своими деньгами. Не то я говорю, что ты грабе оказывал милостыню, но чтобы ты, прекратив жадность, воспользовался богатством для милостыни и человеколюбия. Кто не удерживается от грабежа, тот не может совершать и милостыни, но хотя бы он отдавал множество денег в руки нуждающихся, грабя деньги других и жадничая, он будет сочтен богом наравне с человекоубийцами, поэтому нужно наперед отстать от жадности и тогда подавать милостыню бедным. Велика сила милостыни. Впрочем, пусть никто не принимает частого напоминания об этом заукоризну слушателям и состязаниях зрителей поощряют тех избегущих, которые видят находящихся ближе к награде и имеющих больше надежду на победу. Как и я, видя, что вы всегда с великим усердием принимаете слова о милостыне и сам чаще предлагаю вещания об этом. Бедные врачи наших душ, благодетели и предстатели, потому что ты нестойко даешь им, сколько получаешь, даешь серебро, а получаешь царство небесное. Облегчаешь бедность и примеряешь себя с ладыкою. Видишь ли, как неравномерно воздаяние, то на земле, а это на небе, то гибнет, а это остается, то тленное, а это выше всякого тления. Для того отцы наши поставили бедных пред дверями молительных домов, чтобы один вид бедных мог даже самым нерадивым и бесчеловечным пробудить воспоминания о милостыне. Когда здесь стоим, стоит сон стариков, сагбенных, одетых в рубище и сохших, загрязненных с палками, с трудом могущих держаться, часто слепых и изувеченных всем телом, то кто будет таким каменным, чтобы устоять против этой старости, немощи, увечья, бедности, жалкой одежды вообще всего, преклоняющей его к состраданию и остаться неподдающимся на все это. Поэтому они стоят перед нашими дверями, видом своим сильнее всякого слова склоняя и призывая входящих в человеколюбию. Как в преддвериях молитвенных домов обыкновенно устрояются умывальницы, чтобы идущие молиться Богу, сначала омыли руки и тогда уже простирали их на молитву, так и бедных отцы поставили преддверями, подобно источникам и умывальницам, чтобы мы, как умываем руки водой, так очистив наперед душу человеколюбием, потом приступали к молитве подлинно. Не так вода по природе своей умывает нечистоты тела, как милостыня силой своей стирает нечистоту души. Поэтому как не осмелиешься ты войти на молитву с неумытыми руками, хотя и меньше это вина, так не входи никогда на молитву без милостыни. Притом часто имея чистые руки, мы не простираем их на молитву, не омыв их наперед водой, такова привычка. Тоже будем делать и с милостыней. Хотя бы мы не сознавали за собой никакого значительного греха, однако будем очищать свою совесть милостыней. Ты на торжеще приобрел себе много дурного, враг огорчил тебя, судья принудил тебя сделать что-нибудь ненадлежащее, ты извергал неуместные слова, друг склонил тебя сделать что-нибудь греховное, и ты во многом другом провинился, чем легко провиниться человеку, вращающемуся на торжеще, заседающему в судилищах, участвующему в городских делах. Во всем этом ты приходишь просить у Бога прощения и защиты. Брось за серебро в руки бедных и оботри эти нечистоты, чтобы зерновением ты воззвал к тому, кто может отпустить тебе грехи. Если ты поставишь себе в обычай никогда не приступать к этому священному преддверию без милостыни, то волей или неволей никогда не опустишь этого доброго дела, такова привычка. и как ты никогда допустим не позволяешь себе молиться с ним этими руками, потому что она навсегда поставила себе привычку. Так и в отношении к милосты. Если ты точно так же поставишь ее себе законом, то волей или неволей будешь исполнять его ежедневно, побуждаясь привычкой. Молитва есть огонь, особенно когда она рассылается трезвенной и бодрствующей душою. На этот огонь нуждается и в елее, чтобы достигнуть до самых небесных сводов. А елее для этого огня есть и что иное как милостыня. Подливай же этот елее щедро, чтобы ободряясь правым делом, ты мог совершать молитвы с большим дерзновением и большим усердием. Как не знающие за собой ничего доброго, не могут и молиться с дерзновением, так сделавшие что-нибудь право и после воспоминаниям о сделанном добре вознесет молитву с большим усердием. Поэтому, чтобы наша молитва сделалась сильнее, благодаря тому, что наша душа во время молитвы будет ободряться воспоминанием о добрых делах, будем приходить на молитву с милостыней и тщательно помнить все сказанное. А больше всего другого соблюдайте в памяти то мое сравнение, по которому я сказал, что бедные стоят перед дверями молитвенных домов, выполняет такое же назначение в отношении к душе, такое умывальница по отношению к телу. Если мы будем всегда помнить это, очищая таким образом свой ум, то будем в состоянии возносить чистые молитвы, приобрести великое дерзновение пред Богом и достигнуть Царства Небесного благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом Слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.